Сфокусируйся на Боге, а не на своих проблемах. Чем больше ты концентрируешься на трудностях и потерях, или даже боли, от которой ты страдаешь, тем большими они становятся. Я проходил через то и это, и если твои друзья еще послушают тебя и скажут «Ох, как мне жаль тебя», и чем больше они тебе сочувствуют, тем большими становятся твои проблемы, и тем большими становятся твои сомнения. Итак, проблема в твоем фокусе. И когда я думаю о фокусе, я нахожу много примеров в Библии, но один самый ясный – это Даниил в львином рве. И Библия говорит, что он спал в орве со львами целую ночь. Если бы он был сосредоточен на львах, он бы точно не спал. Он бы забился в уголочек в надежде, что они его не заметят, или что-то вроде того. И это напомнило мне время, когда точно так же Господь сделал кое-что для меня в самый трудный период моей жизни. Хуже уже просто не могло быть. И вот однажды одна женщина пришла со мной повидаться и сказала «Я хочу, чтобы ты со мной пообедал, а затем мы отправимся ко мне домой, и я должна тебе кое-что показать». Ей было приблизительно 70, и мне тогда слегка за 30, то есть это было вполне безопасно. Мы пообедали вместе, и стоит заметить, это был весьма тяжелый период для меня в церкви, и люди прилагали все старания, чтобы как можно быстрее от меня избавиться. Когда мы вошли, она сказала «Не присаживайся, пойдем, я покажу тебе кое-что». Я вошел, и здесь она показала мне картину, на которой был изображен Даниил в львином рве. Она сказала мне «Сынок, я хочу, чтобы ты сказал мне, что ты видишь». Я начал «Ну, и самое интересное, я по сей день помню этот момент. Этот лев вот здесь смотрит вверх, а этот смотрит вниз, и я писал все, вдаваясь в даже самые мелкие подробности». Затем она спросила «Видишь ли ты еще что-то?» Я ответил «Нет». Она продолжила «Если ты заметил, Даниил стоит мирно скрестив руки за спиной и устремив взгляд к лучику света». Затем она сказала «Я пытаюсь обратить твое внимание на то, что Даниил не удерживал свой взгляд на львах, но устремлял его к Господу». У меня было чувство, будто сам Господь обнял меня в тот день. Потому что с того момента весь мой страх исчез, все мои сомнения и много других вещей ушли на второй план, просто потому что она помогла мне сфокусироваться на главном. Когда вы удерживаете внимание лишь на ваших трудностях, разбитом сердце и тяжести вашего бремени, они становятся все больше и больше, а вы теряете уверенность, что справитесь, и становитесь все более подавленными. Поэтому помните, Даниил смотрел на всемогущество того, кто создал львов, того, кто способен заградить пасть льву, он просто позволил им похаживать там, пока Даниил мирно спал в ту ночь. И, вероятно, перед тем, как отправиться спать, Даниил в очередной раз взглянул вверх, чтобы напомнить самому себе, что тот же Господь, которому он повиновался и оказался в этом рве, все еще силен избавить. Бог всегда действует на основании определенных принципов, не эмоций или того, что мы чувствуем. К примеру, мы пожинаем то, что посеяли, больше, чем сеяли по прошествии определенного времени. Бог всегда действует, и это неизменно. Например, будь послушен Господу и позволь Ему позаботиться о результате. Я сделаю сейчас так, как повелел мне Он, и результат доверю в Его заботливые руки. Бог действует по определенным духовным принципам. Один из таких принципов — Бог движется в жизнях тех людей, которые умеют ждать ответ от Него. И если я буду руководствоваться этими принципами, я буду двигаться в верном направлении, делая правильные вещи. Потому что Бог движется в соответствии с определенными принципами, и это и есть причина, по которой ты и я можем жить соответственно Его воле. Потому что если я не понимаю Его путей, я мог бы сказать, «Господь, какие намерения Ты имеешь для меня?» А Он просто намерен быть тем, кем Он сказал в Писании, «Я есмь». И ты можешь прийти с любой трудностью, сложить ее у Его ног и твердо верить обещаниям, которые Он дал, и ты увидишь, что произойдет. И Бог хочет послушания от нас. Повинуйся Ему, и Он позаботится о результате. Позвольте вас спросить, если вы были послушны Ему, что может произойти такого, что было бы Богу не под силу, верно? Теперь, если я повиновался Ему и верил в результат Ему, вот что случится. Я буду иметь мир, чувство радости и уверенность, что не важно, что происходит вокруг. Он держит все под контролем. И если я повиновался Ему, Он уже работает над решением этой ситуации. Поэтому послушай, в твоей жизни случится только то, чему Господь позволит произойти. Если ты дитя Божье, то то, что случилось, случилось по определенной причине. Мне это может не нравиться. И, возможно, я уже много раз говорил Ему об этом, и знаете, что Он ответил? Ничего. Ничего. Он просто позволил мне трудиться усерднее, справляться с этим до того момента, пока я в конечном итоге не сказал. Все. Сдаюсь. Ты прав. Мне это не нравится. И ты справедлив. Потому что так говорит твое слово. И даже если мне это не нравится, я хочу, чтобы была твоя воля в моей жизни. Спасибо. Почему? Мы тебе это не о making. Надо было siitä гре brighter человека. У тебя людей decimal 떡 – какой-то нормальный. Я вам какunda grosse спас bayments. Я люблю вас.